Дед Мороз День каникулы мы ходим друг к другу в гости, качу от одного праздничного стола к другому. В итоге на работу выходим с набранными лишними парой-тройкой килограммов. Это еще в лучшем случае. Как похудеть быстро и при этом не причинить вред здоровью? Поговорим сегодня в простых вопросах. Моя гостья – это куратор гастроэнтерологии областной больницы Елена Лазуткина. Елена Леонидовна, здравствуйте. Елена Леонидовна, скажите, пожалуйста, диеты для похудения приносят больше пользы либо вреда организму? Какой-то универсальной диеты для похудения нет. Самое главное, человеку нужно знать, что похудение или снижение веса, как таково имеет место быть, лишний вес, это является не единовременной задачей, не на какой-то сей момент. Не кратковременной, да? Не кратковременной, а это дело его образа жизни. То есть если человек решил сбросить лишние килограммы, он должен методично и планово выполнять те мероприятия, которые их наметил. Самое главное, нужно определить суточную калорийность рациона ежедневного, снизить её на процентов 30, и затем уже исходить из этого и осуществлять рациональное питание. То есть какой-то диеты универсальной нет. То есть диеты, как я поняла, нужно придерживаться всю жизнь? Диеты нужно придерживаться всю жизнь. Ну вот давайте поговорим ещё немножко подробнее о диетах. Вот монодиеты, да, это когда, например, 3 дня ты ешь, предположим, одну курицу, потом 3 дня один рис, потом 3 дня яблоко, весь день. Скажите, пожалуйста, организм прощает такие издевательства над собой? Такие диеты являются своеобразным стрессом для организма. Человек должен ежедневно употреблять в правильном соотношении белки, жиры и углеводы. Причём в суточном рационе белки должны составлять 20%, углеводы 50% и жиры 30%. Вот такая диета является рациональной и правильной. А к чему могут привести монодиеты? Монодиеты могут привести к обострению хронических заболеваний, если они имеют место быть. Например, очень модная кремлёвская диета, которая содержит в основном животные белки, ей многие увлекались, абсолютно противопоказана при таком заболевании, как подагра. Скапливается соль и мочевой кислоты, и будет обострение подагры. Это категорически противопоказано. А вот смотрите, ещё в интернете много таких предложений пишут. Вы можете похудеть на 5-6-10 килограммов, если откажетесь от единственного продукта. Вот сколько раз я пыталась узнать, что это за продукт. Там с меня требовали какие-то смс-ки отправлять на номер, на какой-нибудь. Да, у меня жадность побеждала, любопытство. Я так и не узнала, что это за продукт. Есть ли вообще такой продукт, от которого отказавшись, можно похудеть? Ну, я считаю, что это неверно. То есть это рекламный ход такой, да? Это рекламный ход. На самом деле есть продукты, если человек хочет похудеть, от них однозначно стоит отказаться. От каких? Это жирные сорта мяса, рыбы, жирное молоко, сметана, кисломолочные продукты, ну, естественно, сахар, конфеты, торты и пирожные. А что остаётся тогда, что же можно? Есть ещё второй список, которые нужно употреблять, но с ограничением. Это нежирные сорта мяса, рыбы. Но нежирные – это что? Это говядина, да? Это говядина, это телятина, это крольчатина, это курица, но обязательно без кожи. Это вот нежирные сорта мяса. Также молочные, кисломолочные продукты с содержанием жира меньше 2,5%. Если человек хочет похудеть, конечно, лучше употреблять 1% молоко или кефир. Также крупные изделия, яйца, ну, их следует ограничить приём до 3 раз в неделю. Также виноград и бананы нужно ограничивать. Виноград и бананы калорийные. Они калорийные, в них много сахара. И есть третий, так называемый, список, который можно эти продукты кушать вообще ни в чём себя не ограничивать. Это, наверное, овсянка, да? Это нежирная рыба, отварная, и почти все овощи и фрукты, за исключением сладких. То, что я сказала, бананы и виноград. Но яблоки тоже сладкие. И из овощей, яблоки кислые, конечно, лучше сорта. И из овощей следует ограничить картофель и свёклу. Остальные овощи, особенно капуста в разных видах, брокколи, там, цветная капуста, брюссельская, белокочанная, краснокочанная капуста, квашеная. То есть капусты в разных видах. Перец, лук, кстати, чеснок, свежая морковь, всё это можно есть в неограниченном количестве. Скажите, пожалуйста, вот сейчас ещё тоже есть такая модная услуга, у нас Благовещенский в том числе, некоторые медицинские центры её предлагают. То есть ложишься в этот центр на две недели, там, пьёшь минералку, проходишь различные очистительные процедуры, и выходишь, ну, как минимум минус 5 килограмм сбрасываешь, да? Вот как вы, как врач, к этому относитесь? Лечение голоданием длительно ни в коем случае не должно быть, только 10-14 дней, это под пристальным осмотром врача. Люди, которые решились на такое дело, должны не иметь тяжёлой сопутствующей патологии, вообще сопутствующей патологии, тем более нарушение углеводного обмена или желудочно-кишечных заболеваний. Тогда ещё можно провести, но, опять же, когда они выходят из стационара, они ещё 3 месяца должны наблюдаться амбулаторно под чётким оком гастроэнтеролога, диетолога и в том числе психолога, который стимулирует этих людей выполнять ограниченный рацион приёма пищи. Вот тогда будет эффект. Почему большинство гастроэнтерологов, врачей, терапевтов и диетологов против данного метода резко похудеть, допустим, за 14 дней сбросить 12 килограмм, потом прибавить 2-3 килограмма и как будто бы остановиться. Но большинство людей не останавливаются на этом. Они, как правило, если человек поголодал, он получил большой стресс, и он начинает опять много кушать. И вот такого удержания этого похудания за 2 недели, которые пациенты получают в центрах для похудания, оно очень мало вероятно. Это первое. Во-вторых, существует очень много, к сожалению, плачевных примеров, в том числе и в нашем городе были такие, когда люди, находясь в центрах, они заболевали тяжело. Обращались к нам в гастроэнтерологическое отделение с желтухой, с кожным зудом, с повышением уровня так называемых печёночных ферментов в биохимическом анализе крови. То есть впервые диагностировались тяжёлые заболевания, такие как гепатиты, циррозы печени, к сожалению. Обострение язвенной болезни было. Это очень опасно. Это всё чревато. Поэтому, если человек хочет похудеть, он должен это делать планово и равномерно. И на каждый момент жизни должен себе определять какие-то цели. Допустим, за этот месяц я похудею на 3-4 килограмма. И этого можно добиться. Это не такая, не радикальная мера, да? Это вот эти килограммы за месяц – это нормально. Для организма организм не воспримет это как шок. 3-4 килограмма за месяц – это оптимально. Больше нельзя. И организм в этой ситуации не воспримет это как шок. А вы скажите, говорят, что нужно пить очень много воды. 6-8 стаканов в день. Это действительно необходимо организму? Организму в среднем необходимо выпивать 2-2,5 литра жидкости. Это необходимо. Это где-то есть 6-8 стаканов, да? Это каждый день нужно действительно выпивать. На самом деле. Так, а ещё говорят, что можно выпить воды, когда у тебя голод, например, да? И тем самым ты можешь этот голос заглушить. И выпивая, опять же, большое количество жидкости, хочется меньше есть, и ты можешь худеть. Вот такая своеобразная диета. На самом деле такой приём существует, чтобы съесть меньше по объёму пищи. А человек, если хочет похудеть, он должен себе уменьшать количество съеденной пищи, одномоментной. То он может перед, например, завтраком или обедом выпить стакан воды, а затем принять уже меньший объём пищи. Это не вредно для желудка? Для желудка это не вредно. Приём воды не вреден для желудка. Элина Леонидовна, говорят, что после 6 вечера есть нельзя. Действительно это так? Ну, максимально после 19 часов есть нельзя, потому что человек практически не работает, не двигается, энергетические процессы в организме замедляются. И поэтому приём пищи в вечерние часы приводит на самом деле к избыточному весу или к ожирению. Значит, после 7 часов есть уже не рекомендуется. Да. Понятно. Всё, спасибо большое за полезные советы. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вот, а зрителям я хочу сказать, что теперь наши программы вы можете смотреть и в интернете по адресу www.mur.info. Заходите, смотрите, комментируйте. Я желаю вам всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова